Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я буду краткой в отношении данного вопроса. Вы уже знаете, что по данному вопросу прошли суды. Суд, заседаний было много, полгода длилось. В процессе судебных заседаний уже были разбирательства, собраны факты, доказательства. И суд вынес решение о запрещении строительства на данном земельном участке. Мне непонятно. Не изменяя решение суда, они, как заявители, застройщик, не пошли дальше, вышестоящие, как по закону положено. А вновь написали уже, как другое лицо. Первый, когда момент был, в июне 2009 года, заявилось гражданское лицо, не предприниматель, никто, по поводу перевода данной зоны, зоны строительства АЗС. Сейчас заявление пишет уже после суда. Заявление пишет юридическое лицо, значит, движение нефтепродукт. И вновь обращается. Но перед этим поясню, что по решению суда, раз уже оно запретило строительство, оно как бы вернулось в прежний статус. Вот данный земельный участок вернулся в зону рекреации, в зону природных ландшафтов, Р-2. И теперь вновь, значит, юридическое лицо пишет заявление о предоставлении ему вновь этого земельного участка и переводе из зоны природных ландшафтов снова в зону строительства автозаправочной станции. По поводу заявления, значит, объявления в газете, инициативной группой была проведена работа с населением и переданы предложения и свои замечания, возражения и предложения в администрацию города. Это было сделано 25 сентября. Я просто вам зачитаю картинка возражения и предложения заинтересованных лиц по изменению территориальной зоны Р-2, зоны природных ландшафтов на зону ИТ-1-1, значит, для строительства автозаправочной станции. Считаем невозможным изменение территориальной зоны Р-2, зоны природных ландшафтов, представленной лесопарком на зоне ИТ-1 и включение условно разрешенного вида использования автозаправочной станции по следующим основаниям. Зона Р-2 согласно правилам землепользования и застройки и градостроительного регламента, потому что правила землепользования и застройки, зоны Р-1 и Р-2, они регламентированы, для чего они должны использоваться вот эти зоны. Является землем природоохранного назначения, с особыми условиями использованы, представлены на лесопарках. Примыкает к зоне рекреации Р-1. Обе зоны заняты городскими лесами, прилегающими к Белохолницкому водохранилищу. Согласно статье 61 Федерального закона об охране окружающей среды, охрана зеленого фонда городских и сельских поселений, не определено, что на территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующие осуществлению ими функции экологического, санитарно-эпидемиологического и рекреационного назначения. Вот для чего нам вот эти зоны, вот эта территория нужна. Согласно лесного кодекса ст. 105.3.5.1.6 в городских лесах запрещено размещение объектов капитального строительства, изменение их границ и уменьшение их площадей. Сразу хочу тут пояснить, что в городе не сделано лесоустройство и на этом основании, как говорится, администрация города считает и района, что у нас в населенных пунктах лесов нет. Согласно постановлению правительства Кировской области об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, размещение автозаправок и СТО на территориях рекреационных зон запрещается. Земельный участок с кадастром номером, ну у него номер 35, значит, в 202 квартале, сформирован в территориальной зоне Р-2, располагается в третьем поясе зоны санитарной охраны, источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Если он вот в такой зоне располагается, то его размещение, значит, на таких, не допускается. Федеральным законом от 27.07.2010, номер 225 ВЗ, статья 5, пункт 3, автозаправочные станции отнесены к опасным объектам. Они не относятся к опасным производственным объектам, но по своей специфике они относятся к опасным объектам, как к объектам повышенной пожарной опасности. Кроме того, имеется решение Слободского районного суда, вступившее в законную силу, запрещающее строительство автозаправки на данном земельном участке. И мы сделали еще предложение. Это наши замечания и возражения, вот основанные на этих законах, и предложение. Земельный участок в формированной зоне РГА должен использоваться исключительно для размещения объектов рекреации. Нам сказали, не указаны какие объекты. Да, господи, это же наше дело, что там потом делать-то. Можно полигон какой-то сделать, площадочку, значит, баскетбольную, футбольную, карусели поставить, сады яблоневые посадить, в конце концов, на этой территории. Мы, заинтересованные лица, считаем, что указанная заправка только для легкого автотранспорта не решает проблему разгрузки имеющейся заправки Лукойла. Для решения проблем необходимо строительство полноценной заправочной станции на автотрассе Слободской-Белый или Белый-Авутницк. Вот что Сергею Павловичу тут непонятно, что у нас нет оснований, мы не указали. Неправда. Вот и подписи всех, значит, жителей города. Много мы не стали собирать, достаточно этого. Я, Кузьмин, что вы докажете, что все это законно? Пусть эксперт докажет, что статанус. Нет, давайте поговорим по этому. Нет, чего законно незаконно. И потом, мое личное мнение. Вот, знаете, вот этой автозаправке АЗС, этому движению, только залез на этот участок. Там не только будет легковой транспорт. Со временем участок расширится за счет прилегающих гаражей, выкупят. Потом, данный земельный участок неправильно сформирован. Он не имеет точек соприкосновения с трассой. Между трассой и их участком, который сформирован, есть свободное пространство, значит, земля никому не предоставленная. Шириной 15 метров и длиной, во всю длину, значит, автозаправки 67 метров. Это около 9 соток, около 10 получается. Она не предоставлена. Ее никому не предоставлена, значит, впоследствии они обращаются с просьбой предоставить и этот свободный участок, уже прилегающий к автотрассе. И таким образом расширяется, и невыгодно ни одной вот такой реализующей, значит, нефтепродукты организации, имеет только две колонки для заправки легкового транспорта. Обязательно, год пройдет, два, люди успокоятся, будет расширение и будет заправка полноценная для заправки и грузового транспорта. И тогда от нашего парка вообще ничего не останется. Я хочу спросить вот этих властей, вы кому служите, господа? Народу? Или кому? Или тем, кто деньги делает? Народ свое слово сказал на митингах. Суд подтвердил, вам закрыли двери, вы лезете в окошку снова. Вот странно, с такой бы настойчивостью, други бы в городе делали, или еще какое-то доброе дело. Прямо удивляет, эта настойчивость, с которой лезут, значит, как будто отрабатывают 30 серебряников от движения нефтепродуктов. Ей-богу. Вообще, действительно, ведь не все для денег имеется. Вот тут нас господина Телесина пыталась забугать через газету, что вот деньги придется из бюджета платить. Нет, пусть платят из своего кармана те, кто бумаги подписывал. Зарплаты у них большие. По данным статистики, только в этом году у чиновников зарплата выросла на 13% в среднем, а кое-кое больше. Вот, под миллион господин Кулаков получают в год. Ничего, раскошелится. Так вот, не все на деньги меряется. Сомнешь, что на деньги нельзя меряется, я думаю. Это первое. А что господин Кулаков может через трубы, как говорится, шагать в достижении своей цели? Я на своей шкуре убедился. Он меня до инфаркта довел, пытаясь вышвырнуть из дома. Дом на 6-й участок кому-то обещан по строительству. Спасибо. Рай вас инфаркт заработал, отлезал в больницу. Сейчас на группе. Вот, в Хозусь и Традицерину. Вот сюда еле пришел. Два стенокорнея по дороге перехватывал. Вот, благодаря вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий, следующий выступающий у нас, когда глава, глава района Солокова Олег Валдинович. Ну что ж, как-то, может быть, удачно, Борис Иванович, что я после вас выступаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Погромче скажу вам. Может быть, удачно, что я после Бориса Ивановича, но по заработной плате, значит, моя заработная плата открыта, значит, на вся администрация и так далее. Ну, в интернете еще тогда выложу, вот, чтобы было известно. Ну, миллион, конечно, доверие огромнейшее для меня. Я за год миллион, к сожалению, не получаю. Хотя, хотелось бы. Вот, и рост заработной платы на 13%, но это больше касается работников бюджетной сферы, учителей, врачей, воспитателей. Вот, с 1 января заработная плата, у которых вырастет. Сегодня многие учителя и врачи получают больше, чем вот и Татьяна Александровна. Пенсионеры в зале говорят, как бы, ну, вот, просто можно спросить. Ведь мы-то знаем все-таки. Вот, но я сейчас не об этом. Значит, я сейчас не об этом. Я просто рад, что здесь сегодня очень много таких вот экологов, людей, которые переживают за нашу природу, за нашу окружающую среду. Мы их не видали. Вот. Вашу бы вот энергию, да, правильное русло, я считаю. Вот. Почему вот, когда машины, когда машины моют у нас на берегу пруда, на берегу реки, я вас не замечал. А почему-то я один хожу там и гоняю. Вот. А никого не видно. И только Николай Михайлович еще вот здесь находится. Вот. Поэтому, вы знаете, надо... Если любить природу, то любить во всем. И нужны быть доводы. Вот. Сейчас я просто... Давайте изначально вернемся. Все-таки, то, что мы сегодня обсуждаем, это переведение в соответствие с генеральным планом. Генеральный план утвержден нами, в том числе вами, жителями города. Вот. Он пошел в публичное слушание еще 22 декабря 2009 года. И в этом плане уже эта зона обозначена. Просто надо перевести в соответствие. Генеральному плану. Это 2009 год еще. Вот. Почему все-таки мы думали о строительстве какого-либо там объекта в то время. Вот если взять 2008-2009 год, у нас там самый высокий, вот на этом участке дороги, самый высокий уровень ДТП. Со смертельными исходами, к сожалению. И людей сбивали там и так далее. Потому что... Дайте я скажу. Данный земельный... Данный участок трассы не освещен. И были обращения в то время, и в администрацию, жители Федосят, так как дети там ходят, чтобы осветить этот земельный участок. В настоящее время просто нет возможности, там нет линии ЛЭД. Нет фонарной линии. Вот. Но линии электропередачи там имеются? Ну, десятка, вы же знаете. Десятка освещена. Десятка имеется. Глаза, была освещена в парке, да. Почему нельзя провести... Две опоры поставить там? Нельзя. Нельзя. Значит... Я согласен. Десятка есть, но фонарной линии нет. До сих пор. И тем более на это требуется серьезное бюджетное вложение. Чтобы вытянуть там вдоль дороги освещение. Поэтому... Ну, в то время поступило заявление не от движения. Совершенно от другой компании уже было сказано от КВО. И когда было информирование, еще на стадии информирования готовили документы. Ни предложений, ни замечаний, никаких тогда от жителей не было. Еще на стадии информирования. А потом уже был объявлен конкурс. И второе заявление поступило, и был аукцион. И движение нефтепродукт выиграло этот аукцион. На строительство бочной автозаправочной станции. И сейчас пользователи этого земельного участка по закону являются они. Они выиграли право аренды в долгосрочном пользовании. Можно сказать, что они собственники сейчас этого участка. Суд отменил, остановил строительство. Суд отменил строительство. У суда... Давайте будем двигаться дальше. У суда было, значит, в первую очередь две претензии, скажем так. Первое. Нарушение процедуры публичных слушаний в то время. Что сегодня мы стараемся исправить. Это раз. Второе. У нас там, значит, в санитарно-защитную зону данного объекта попали две скважины. И станция второго подъема? Нет, станция второго подъема не упала. Две скважины. Вот в газете вы уже читали, что, в принципе, эти скважины-то давно у нас уже в планах по тампонированию. Они не дают тот дебет, какой хотелось бы нам. И в перспективе бурение новой скважины более дебетной в другом месте. То есть, и эта проблема, она тоже будет устранена. И по закону, ведь давайте мы смотреть, вот многие жители, в том числе, кто здесь присутствует, никаких веских аргументов не было. Просто вот не хочу и все. Вот я не хочу, чтобы там было строительство. Но по закону, если смотреть в плане экологии, там и так далее, никаких нарушений нет. В водохранную зону объект не попал. Видео Кузьминича, повторите нарушения, которые... Вот эксперты выступят, они скажут. Здесь есть представители, все-таки объект, это федеральная собственность. Здесь есть представители, вот они свое мнение выскажут. Мы должны все-таки, мы должны все-таки, вот сейчас опираться на закон. Рассмотреть в законном порядке. Олег Валентинович, вы в газете написали, очень даже хорошо, думе придется выбирать или переступить через мнение людей и одобрить. Или, ну там, про деньги. А про деньги давайте отдельно поговорим. А как вы можете переступить через мнение людей, которые... Ну, вы знаете печатное слово, да, у нас люди верят при печатном слове. Если я или глава администрации что-то сказала, то как это выходит потом, в печатном издании, мы, к сожалению, даже порой и сами удивляемся. Вы замеряли статью. Вы замеряли статью. Мы внесли ваши изменения. Вот. Мы внесли ваши изменения. Нет. Любое... Мы вообще изменения внесли. Переступить через мнение, вот такого-то слова с моей стороны точно не было, Оксана Алексеевна. Это не Олег Валентинович, это было у Станислава Александровича. Я вычитывать давала все. Написано. Господин Кашин ответил и написал. Придется переступить через мнение людей. Я люблю все-таки. Такого, вообще, приседания с корреспондентом, такого произнесено не было. Станислав Александрович, я вам давала читать эту статью. Вот сегодня мы и встречаемся, чтобы все-таки мнение, ведь... Пусть вот здесь 108 человек, но в зале я знаю мнения у людей разные. Поэтому мы сегодня выслушаем все мнения. Все мнения. Мы обязаны выслушать все мнения. А дальше, дальше уже, депутаты будут решать. Что касается финансовой стороны, то я прямо скажу, что на самом деле кто-то не верит, что как-то бюджет будет платить. Мы уже это проходили. Бюджет выплачивал в свое время миллионы рублей. 2,5 миллиона. Если кто-то считает, что бюджет неприкасаемый в плане каких-то судебных действий и так далее. Нет. Бюджет города будет отвечать. Будет отвечать рублем. Олег Валентинович, почему вот когда, будучи президентом, господин Медведев объявил, 1 триллион рублей в год воруется, никто не ответил. Сегодня воруются десятки миллиардов, пока еще никто не ответил. Ну давайте хотя бы в своем районе порядок наведем. Я объясню людям, что есть человек, хотя их много, потому что все решения подписываются отделами. И эти люди пусть ответят, кто нарушил закон. И пусть они ответят рублем. А городская администрация возьмет финансовый кредит и регретный низком возложит на ответственных людей. Вы работали в бюджетной сфере, вы знаете, насколько возможно администрации города взять какой-то кредит и так далее. Есть все-таки бюджетный лимит, ограничения и так далее. Я об этом не буду говорить. Нарушение у администрации, как я уже сказал, только в том, что неверно прошла процедура публичных слушаний. Вот в чем вина администрации. Юрист, давайте его и накажем. Со стороны. Раз он не заследил. Потом хоть кто угодно будет отвечать. Но в первую очередь будет отвечать так или иначе, отвечать будет бюджет. Это в любом случае. Бюджетный должен отвечать за разгильдяи. Это минута окончилось. Дай дальше пойдем. Сколько можно сказать. Видите собрание? Давайте я в распределях еще потом буду участвовать. Мое мнение просто абсолютно короткое. Автозабровочная станция вторая городу нужна? Нет! Я уважаю ваше мнение. Я вам скажу свое. Я вам скажу свое. Значит, по данному месту... Этим власти до нуля упал. Уважаемые участники, пожалуйста, уважение к выступающим. По данному месту, значит, со стороны законодательства, треодоохранного или градостроительности и так далее, нарушений никаких нет. Вот это бы активность в свое время, когда проводили публичное слушание, еще тогда, почему-то никого не было. Хотя, публичное слушание были. Автозабровочная станция, надо искать и заказаться. Мы все-таки живем не в пещерном веке. Когда люди говорят, а вдруг... Дайте я скажу. Когда люди говорят, а вдруг... А вдруг там авария произойдет, там и так далее. Ну если мы будем жить вот так вот, а вдруг... А вдруг машина... Машина упадет в пруд с топливом, но тоже вдруг. Вот. Если мы так будем жить, просто нам надо обратно идти в пещерный век. Сейчас совершенно новые технологии. Вот. Моя просто рекомендация. Если вы чего-то опасаетесь, ну, есть вот грамотко-строители в зале у вас едят. Создайте наблюдательный совет за качеством строительства и так далее. Мы живем в век современных технологий. Есть масса технологий по сохранности воздуха, грунтовых вод и так далее. Надо слушать доводы. Здесь есть представители движения, они могут вам показать и объяснить, что это будет. И какие мероприятия будут соблюдены. Олег Валентинович, 15 лет назад я как частный предприниматель хотел построить две заправочные станции. Когда мы проверили всю трассу от Слободского до Клинковки, мы нашли только два места, где можно построить эти станции. Без ущерба для природы. Одно место в районе Шмаков, второе место на повороте на Клинковку. Почему не построить? Ближе, нигде нету. Без наружений поступить. А у нас нашлось. Мне нельзя. А движению можно. Простите, ничего здесь нету. Зарянов, Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте. Я представляю интересы и вообще высказываю мнение со стороны ИП Поляковой, Ильины Владимировны, моей матери. Я ее доверенное лицо по генеральной доверенности. Осуществляем пассажирские перевозки в Белая Холуница Киров и по всему Белыхолуницкому району, то есть все деревни, кроме Полома. Первая заправка однозначно нужна, так как у нас постоянные срывы рейсов из-за того, что заправочная станция, которая у нас имеется, Лукойл, постоянно занята. Фуры, легковые автомобили, слив топлива, который раньше происходил ночью. Сейчас на Лукойл, попрошу вас не перебивать, давайте я выскажу, а потом послушаем уже других или в времени поучаствуем. Автобус стоит час, пассажиры стоят на автовокзале, не могут уехать. Почему? Потому что автобус не может заправиться. И это каждый день. У меня фотоснимков. Продам автобусы, и тогда все деревни останутся без сообщения. Вы сейчас говорите, высказываете какие-то точки зрения, я не знаю, у кого-то, видимо, нет автомобиля, так само собой ему заправочная станция не нужна. Вы не хотите даже войти в положение других людей. Другие люди в деревне, также такие же люди живут, как и вы, которым нужно ехать в больницу, в Киров или в какие-то другие важные там. То есть я объясняю, почему нужна заправочная станция еще одна. Хотя бы, чтобы не было монополии, чтобы был хоть какой-то порядок. И чтобы была хоть какая-то альтернатива. Уважаемые участники публичных слушаний, вы сейчас пытаетесь перебить, то есть тем самым показываете свою некультуру. Я высказываю лично свое мнение. И мнение нашего предприятия, в каком мы положении находимся в затруднительном. Из-за присутствия в Белокомнице одной заправочной станции. Второе. Я внимательно слушал и изучал, почему нельзя строить заправочную станцию. Решение суда я посмотрел, было только по двум пунктам. Потому что публичные слушания были неправильно проведены. И второй пункт, это по причине... Что там было нарушено? Скважина, да-да-да-да. То есть я выслушал мнение администрации, просто со стороны я за всем наблюдал. Администрация предложила две скважины, которые устарели, уже мало воды дают. То есть это из бюджета вложить и построить большую станцию, которая под силами администрации. Это гораздо меньше вложений. Больше никаких нарушений я не увидел. Я, то есть, хотел ознакомиться, почему же люди против. То есть, может быть, я тоже был бы против. Я не слышал, почему. Просто вот, ну вот нет. То есть я не эксперт в землестроительстве, не эксперт в строительстве заправочных станций, по безопасности. То есть я доверяю экспертам, которые профессионал в своем деле. Если он профессионал, он обучался в университете, получал образование, он изучал, как это все устроено, и он знает об этом все. Все, я этому эксперту доверяю, потому что он, по крайней мере, обучался этому. А сейчас какие-то вот воз... То есть нам не нужна заправочная станция. Почему? Я объяснил, что нужна. И мне не важно, где она будет. В смысле не важно. Мне главное, чтобы она была. Но в Климковке, вот как говорил товарищ. То есть, если мои автобусы будут заправляться, ездить в Климковку, то размер дотации, которую выплачивает администрация, он будет увеличен в разы. И то есть, если мне будут выплачивать больше, чтобы мои автобусы ездили дальше на заправку, соответственно, откуда-то эти денежки заберут. А если администрация сейчас раскоцелится на 6 или сколько там, миллионов в движению, то я вообще останусь без дотации. Собственно, я возить не буду. Хорошо. Это вы сейчас за себя говорите, не возите. А как люди будут добираться из Дубровки, Подрещихи, Сырьян, Быданова? На чем? Я по очереди. Город остановится. А, город. Вы сейчас выйдете все. Большинство поедет на единицу, на четверке. Эти автобусы ходить не будут. Мы пешком ходим. Пешком? Замечательно. Спасибо за внимание. Я высказал свою точку зрения. Пожалуйста, Сырьянова, Раиса Васильевна. Я уже предложила, мы не против заправки. Строите заправку в Деху. Вот по направлению Кира и по направлению Могутненск. Пожалуйста, строите. Хоть там по две заправки строите. Но это место, парк. Мы вот там пенсионеры ляжем и вам сюда не пустим. Ляжем. Добрый вечер, горожане. Можно я здесь буду? Не пойду на трибуну, как-то не любительный. Откопьте! Сейчас постараюсь. Значит, фамилия Моя Пихти, Николай меня зовут. Я член общественной палаты Кировской области. Буду говорить, как член общественной палаты Кировской области. Во-первых, скажу вам всем здравствуйте. И приятно, что вас так много собралось здесь в зале. Это значит, собрались люди неравнодушные, которые болеют за то, что происходит у вас в городе. Я хочу высказать свою точку зрения. И немножко она, наверное, будет отличаться от того, что на сегодня, в данный момент здесь прозвучало. Вы слышали здесь сейчас выступления администрации области, кадастровые номера, какие-то там и так далее, и так далее. Я постараюсь все это изложить, свое мнение гораздо проще. Первая моя позиция заключается в том, что мы с вами живем не в Японии, на острове, где у нас не хватает земли. Если у вас в городе назрела необходимость действительно строить дополнительную автозаправочную станцию, места предостаточно. И почему ее строить именно в лесах, именно уничтожая деревья, мне абсолютно непонятно. Моя позиция, что ни одно дерево не должно быть вырублено. Все то, что есть для отдыха, должно остаться на месте. Второе. Будьте добры, пожалуйста, отнесите ответственно, когда будете сегодня принимать решение о том, что вот этот пруд, это не только достояние белых полуниц, это область достояния. Это ценнейшая вещь. Берегите ее. Уничтожать не надо. Следующий момент, который мне, ну просто поразительно, как ведет себя администрация. То есть они сначала договорились по заявлению от какого-то, от частного лица, что давайте будем строить заправку. Потом, очевидно, прижало, что надо слушание привести по закону положенное. Втихаря, насколько я информировал. Сделали слушание, на которое, естественно, пришло 5-7 человек, или сколько было. Интересованные лица. Ну, я не буду, я не знаю деталей этих всех. То есть это было нарушение. Дальше, по моим пониманиям, что после того, как поступило заявление, администрация области должна была, ой, области города, района, обратиться ко всем жителям, сказать, в прессе, СМИ, ребята, предлагают вот здесь строить. Давайте решим, будем строить здесь или не будем. И предложить альтернативу, что есть еще возможность вот там-то построить. Вы бы тогда подумали, и какое-то решение взвешенное вы приняли. Поэтому, я еще раз убедительно вас прошу, что очень важно, мне лично, очень важно, что нужно сохранить от пруд все зеленое, что есть, и даже расширять эти зоны еще больше, и строить досуговые места и тому подобное. Будьте добры, когда будете принимать решение, подумайте. К сожалению, сегодня, по рекламу, в публичных слушаниях, решение, решение вы принимать не будет, то есть решение никакого на этих публичных слушаниях не будет принято. то есть в протоколе будет учтено мнение всех руководящихся. Решение принимать, распаривать. Я хочу вмешаться, я считаю, что сейчас какая-то группа должна быть сформирована, и решение сегодняшнего вот этого большого собрания должно быть озвучено. Я не знаю протокольные нормы и так далее, давайте это сделаем. 5-6 активных, человек соберет, составит текст, прочитает, я думаю. Я не буду представляться, наверное, меня многие знают. давайте вспомним, у нас было две заправочных станции, сегодняшняя АЗС-70 есть? 3 даже. АЗС-71 на 2, 3 отставить на заколнице, была, ее почему-то не стало. Если она городу нужна, ее надо было сохранить. Был такой факт? Так, давайте признаем, что решение суда признало стройку АЗС для движения незаконным. Ну и меня удивляет позиция администрации города. Вот пример. Протянули кабель, набор по улице здравоохранения. 8-10 метров от уреза воды местами. Местность пересеченная. Копали осенью. Осенью. Земля села водой по этому руслу размоет. Куда эта грязь, земля, грунт потечет весной? В пруд, конечно. В пруд пойдет. Почему администрация разрешила строительство в это время и не проконтролировала земельные работы? Ведь в недавнем прошлом, когда у нас к несчастью нашему не стало сельское хозяйство применять минеральные удобрения, гербициды, когда лесное хозяйство не стало применять гербициды и другие химикаты в лесу, в пруду появились раки. Почему они сейчас исчезли? Не стало рака. Это говорит о том, что пруд загрязняется. А загрязняется в том числе и мне кажется то, что мы заливаем нашу дорогу трассу Киров-Белая-Мутнинск Киньчинской водой. Но это мои предположения, я не могу каждый утверждать. Все это внутрипочвенным стоком, вся эта соль идет в водоем. Почему нам вот эти вещи? Говорить о том, что Олег Валентинович патриот нашего города и хочет Федосята трассу за небюджетные деньги осветить, стоит ли копеечная выгода того, что мы потеряем жемчужины труда. Пруд нахер. Ну, давайте думать и о том, что патриот нас должны люди давить. Поэтому у меня такая просьба и к администрации района, и города, ребята, переступите эти освоения. Вы сделали ошибку, признайте, что мы ошиблись. Вот правильный. Давайте сейчас буквально несколько слов мы предоставим нашим экспертам, то есть с точки зрения законодательства, с точки зрения каких-то других последствий, какое зрение будет оказывать заправоченная станция на нашу руку. Есть решение суда. Давайте мы начнем с собственника нашего подогранилища. Пожалуйста, заместитель начальника отдела Камского Василия водного управления Дуден Дмитрий Дмитриевич. Добрый вечер всем. Нельзя не порадоваться такой активности, но я хочу просто сказать, что я в этой проблеме, в которой мы сейчас обсуждаем, получалось так, что уже больше года, уже немножко в курсе, и в суде участвовал соответственно в раздательстве и озвучивал мнение, которое было высказано соответственно руководителем отдела в 2011 году, оно не изменилось, о том, что планированное место для настройки под АЗС не попадает под охранную зону. не попадает почему не попадает не попадает ? Пошагайте тебя будут сутки шагами его Вопрос в том, почему не попадают в водоохранную зону. Отвечаю на Ваш вопрос, почему не попадают в водоохранную зону. В месте предполагаемого строительства, то есть в месте этого участка у нас есть водохранилище, у которого ширина водоохранной зоны составляет 200 метров. Там 148 метров. Если Вы будете перебивать, значит, эта конструктивность не приведет. Если Вы не хотите слушать, я, соответственно, высказал свое мнение, я еще другого не добавлю. Поэтому, соответственно, 200 метров ширина водоохранной зоны от Белохомилистского водохранилища. И, соответственно, там есть две реки. Я прошу прощения, если я неправильно поставлю ударение Шелепиха и Старица. У которых, соответственно, исходя из их протяженности, ширина водоохранной зоны составляет 50 метров. Значит, удаленность площадки от непосредственно Белохомилистского водохранилища составляет под тем категорическим материалом, которые были предоставлены наше распоряжение, 280-300 метров и 130 метров телега ставится из Шелепиха. Как речки, да куда текут? Вы меня этим вопросом-то не смутите. Речки текут водоохранилища. Да. Да. Речки текут водоохранилища. А вот такая белая текут течет в реку, порядка в каму, в каму, в даму, в полку. Нет. Дайте человеку сказать, так, ну, за консус. Что бы это... Значит, я, соответственно, вам постарался объяснить о том, что по-моему... Молодой человек, сейчас к вам конкретно вопрос. Вот глава района нам объяснил, что только два нарушения было при принятии решения. Одно то, что народ не спросили, а другое то, что там две спажины случайно попали. Вот вы сейчас здесь видите, народ против. Вот ваше решение, основа, может победить мнение всех? У меня, соответственно, не решение, а мнение экспертов. Ну, ваше мнение может победить мнение всех? Ты один против всех. Я не против. Ну, тогда сядьте. Ну, почему? Вы просто понимаете, если любая проблема, она возникает, то она требует, соответственно, решения. Вы здесь жители, у вас администрация города делает очень много для сохранения в прудах. Да, очень много. Что вы это сделали? Соответственно, я могу вам сказать, что привлекая посредствия федерального бюджета, нам нужны труда. Да, я смогу. Вопросик к вам. По вопросу расчетного бюджета, у меня вопрос. Каждый присутствующий здесь пришел со своим мнением. Мы уважаем каждое мнение. Но давайте мы не будем это превращать в базар. Мы детям говорим, что мы должны быть нравственны, терпимы и спокойны. Мы сейчас превращаем это вообще непонятно в что. Каждое мнение учтено будет. Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Но если какие-то эксперты или... Вы почему своих сердцов выслушиваете в молча? Это ведь ни о чем. Не говори на какой-то реальности. Это стадо, а не люди. Извините, конечно. Спасибо.